Все идет в режиме свободного микрофона, все желающие выступают, и поэтому я, скажем, как частное лицо подошел и хотел бы сказать... Мы тебя выбрали главным, давай руководи, давай руководи, руководи давай. Устанавливай регламент, как положено, и погнал как право. Поступило предложение о регламенте, чтобы, как говорится, все коротко и по делу выступали. Как вы на это смотрите? Принимается? Три минуты. Три минуты выступления. Хорошо, значит будем по три минуты стараться. Россия! 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 Я бы хотел сказать следующее. Сейчас, как вы видите, очень напряженная ситуация в Украине, особенно как бы центр напряжения, это как раз ситуация в Крыму. Поэтому сейчас понятно, что у так званой Влады ситуация очень непростая, потому что одно дело на Майдане безоружных милиционеров подпаливать живьем, другое дело столкнуться с народом, который уже организовался. Поэтому сейчас им для поднятия их духа в рядах этих правых секторов и прочих там таких же подобных им организаций нужна какая-то, как говорят, маленькая победоносная победа. Поэтому сейчас я сам видел в сети интернет специально присылают по городам провокаторов, которые именно выступают словами разделять там Украину и прочее, прочее, как то, что как раз называется, собственно говоря, сепаратизм. Для чего это нужно? Они потом эти ролики показывают у себя там в западных областях и призывают молодежь, которую, в общем-то, можно еще обмануть, там люди постарше, наверное, поумнее будут все-таки. И для того, чтобы идите, наводите порядок, вступайте в ряды всевозможных этих ополченцев, их, как у них это называется еще, различные, скажем, прямо банды, да? Вот, то есть, да, всякие там, как они, гвардии называют и прочее. Вот, поэтому сегодня я попросил бы не давать им в руки против нас информационного оружия. Я не говорю, что молчать. Я просто призываю пока. Я не забоялся. Я просто говорю, что постараемся не делать по методу Майдана. Я не говорю бояться. Все мы имеем право голоса, гарантированное Конституцией. Мы можем говорить свои мысли. Но не надо провоцировать конфликт в красном луче, я так считаю. Потому что на данный момент у нас еще пока нет возможности защитить себя от экстремистов. Поэтому я предлагаю выходить, высказываться, каждый в своем мнении высказываться. Рекламент 3 минуты. Это просто мое предложение. На борьбу с плакатом против чего? А ну-ка давайте я скажу. Вот сейчас он выступающий будет. Давайте по очереди. Нам наши родители оставили страну какую? Богатую, хорошую. Плохо мы жили? Хорошо. Что мы оставляем своим детям? Мы прохлопали. Мы прохлопали сколько времени. Сколько времени мы все ждали, ждали, что наладится. Не наладится. Пока мы будем молчать, не наладится. Самим себя надо защищать. И своим детям надо стараться хоть что-то оставить порядочное. А не вот этот фашизм. 20 миллионов людей наших погибло. Гнали этот фашизм. Пол Европы освободили. А мы все, господи, простите, что просрали. Мы, мы, у нас не молодежь, а мы. Поэтому нельзя молчать. Нельзя. Спасибо, Горбачев. Подходите, пожалуйста. Подходите, высказывайте. Давай, зачем? Земляки, здесь эмоции переполняют наши души. Но относитесь к тем событиям взвешенно и трезво. Ведь люди есть, даже в нашем красном луче, которые пытаются подбить на экстремизм, для того, чтобы потом показать это там и вооружить группу людей для перевода сюда и усмирения. Поэтому на первом собрании Филиппова сказала, спокойно, собираем голоса. Уже их более пяти тысяч. Отвозим голоса в Луганск. Из Луганска, из Донецка, из Харькова голоса повесут. ЦИК. И пусть ЦИК не зарегистрирует. А если он не зарегистрирует, мы обращаемся в Европу. А если Европа не зарегистрирует, мы обращаемся к друзьям. Это демократический подход. Только так можно. А если мы начнем сейчас ходить по улицам и провоцировать, это неправильно. А еще если люди вооружение просят, это для чего? Наше оружие это голос. И чем больше будет голосов, тем мы будем непобедимы. Сколько людей из вас подписалось под референдумом? Ходите сюда, вот три человека. А вас ждут в исполкоме 208 комнате с паспортами. Вот там изъявите свое желание. И подпишитесь. Не надо это. Это сбой. Это идет сбой. Там подписался, там подписался. Это специально делается, чтобы сбить. Вот это моя мысль. Или бы я сказала в 208. Там подпишутся. Один раз. А то вы там подпишетесь, там подпишетесь. И получается разнобольные люди не понимают, что они делают. Спасибо за внимание. Здравствуйте, дорогие краснолучане. Хотелось бы сказать, что Евгений Пушкарев, я житель города Красный Уль. Хотелось бы вам сказать, что воля изъявления народа это наивысшая степень проявления демократии и законности. Хочу рассказать вам краткую историю. Вы можете не переживать. Все памятники находятся под охраной народной дружины. Она основалась... Одну минуточку. Послушайте. Мы не можем допустить вандализм, беспорядок и беззаконие. В связи со сложившейся в стране общественно-политической ситуацией открытые проявления бандитизма и акты вандализма в отношении памятников истории стали реальностью для Украины. К счастью, Красный Луч и эти действия обошли стороной. В первую очередь благодаря совместным усилиям городской власти в лице Марины Филипповой и неравнодушных краснолучан, которые в ночь с 22 на 23 февраля добровольно вышли на защиту родного города. Именно тогда, холодным февральским вечером, жители нашего города показали свое единство и волю. Став на защиту своей малой родины, не допустив провокаций и беспорядков на территории Краснолучской территориальной громады, защитив мир, покой родного Красного Луча, своих родных и близких, ветераны МВД, воины-интернационалисты, казачество, активная молодежь и неравнодушные краснолучане вышли с инициативой о создании отряда о народной дружине по охране общественного порядка. За памятники беспокоиться не нужно. Все под охраной, благодаря добровольной дружине нашего города. Краснолучане и все жители Юго-Востока. Волна беспредела, захлешнувшая часть Украины, движется в нашу сторону. В Киеве беснутся мятежники, в угоду которым в Раде штампуют одно решение за другим. Эти законы являются пустой бумажкой, поверьте. Потому что, чтобы воплотить тех в жизнь, это требуется четкой организации и взаимодействия. А это куда сложнее, чем горлобанить и деребанить. Политические события, которые в настоящее время происходят в нашей стране, не должны повлиять на жизнедеятельность нашего города и региона. Поэтому первоочередная задача нас с вами не допустить вандализм и беспорядки, погромы и беззакония. Воля народа Донбасса сильнее пиар-технологий западных стран. Граждане, осознавайте и понимайте это. Мы должны поднять дух единства наших людей и сплотиться ради мира. Мы никогда с вами, с вами никогда не были фашистами. И никогда не станем теми, кто рушит памятники и могилы советских солдат. Либо допускает подобное на своей земле. Как один из тех, который в любой момент готов защищать родной город, не постояв за ценой мира в нашем общем доме. Открыто заявляю. Как народ, так и власть Юго-Востока будем биться за всю Украину, граждане. Мы примем все необходимые меры, чтобы обеспечить в городе порядок и спокойствие. Граждане, осознайте и понимайте. Воля излияния народа, наивысшее проявление демократии и законности в стране. Я призываю вас записываться на референдум. Можно записаться в госполком, в 208 кабинет. Не оставайтесь равнодушными. Евгений Пушкарев, житель города. Молодежь призывай, молодежь призывай. Если бы наши отцы и прадеды узнали о том, что такое будет происходить, что профашистские лозунги станут реальностью и молодежь будет их воплощать в жизнь, да и бы нас на трусах с вами оставили. Спасибо. Добрый день, шановне панельско. Никто не понял, о чем говорится, да? Но он не добрый день. Сегодня это не добрый день. Нельзя ему сказать. Здравствуйте, товарищи. Я Баран. Моя фамилия. Баран Александр Васильевич. Мой отец родился в 1934 году в Мисте-Санок, Польша. Сейчас это Украина. Моя мама родилась в 1938 году здесь, в Красном Уче. Мой дядя родился в 1941 году здесь, в Красном Уче. Всю жизнь проработал подводником на Черноморском флоте. Сейчас проживает в городе Севастополь. Сейчас инвалид группы. Но он пойдет с лопаткой сейчас за независимость Крыма. Берет лопатку и идет каждый митинг, провозглашение не за свободу Крыма. Это стандарты неправильные какие-то. Он идет за то, что воевал мой дед. За что боролись. За что он провел свою жизнь, да, всю. Сейчас для него это непонятно. Для меня это непонятно. Я родился здесь. Я тоже коренной красноулучанин. Я вырос. Родился здесь. Вот так. А ты за что? Я за что? Я за... Вильна Украина. Да сейчас. Вильна Украина как такового государства Украина не существовало никогда. Нас называют малоросами, но мы не малоросы. Мы здесь все. У кого-то папа русский, у кого-то татарин, у кого-то чукча, у кого-то... Давайте будем назвать вещи своими именами. Мы все здесь сборная Советского Союза. Здесь все национальности, сколько нас? 240. Все мы здесь стоим. Мы самая красивая, самая добрая, самая хорошая нация в мире. Здесь, которые приехали после войны восстанавливать Донбасс. Все приехали сюда работать, не воевать. Потом давайте по-другому чуть-чуть... Мое личное мнение. Бендеры. Они не бендеры, извините. У бендеров была программа своя. Они евреев ненавидят. Они ненавидят москалей. Это их программа. А те, которые сейчас пришли, называются бендерцами. Или как мы их называем бендерцами. Они не бендеры. Это звери. Это не люди вообще. У них нет ничего святого. Абсолютно нет. Ну нет у них святого. Им кого надо? Украина для украинцев, они говорят. Да подождите. Украина. Опять же я вам говорю. Украина. Мы из поклонников были в Дагангровской губернии. Это раз. То есть Донбасс... Я не пришел ни от партии, ни от какой-нибудь, ни от кого. Вы меня знаете, молодой человек? У пресса спрашиваю. Вы меня знаете? Никто не знает. Я просто вот так вот стоял, говорил. Ты меня знаете? Откуда? Давай короче. Короче, по делу. По делу. По делу. Дальше. Очень мало нас собирается. Почему? Шахтеры есть здесь? Мало шахтеров. Я служил в советской армии. Боятся шахтеры. Боятся, да? Боятся шахтеры. Почему я и хочу сказать. Я бывший шахтер. Я бывший сотрудник МВД. В 94-95 году я работал с МВД. Сейчас, говорят, милиция с народом. Наша милиция. Среди нас здесь вот там в форме есть милиция. Есть и без формы милиция. Все равно за нами следят. Хотя говорят, милиция с нами. Какая милиция? Давайте посуществуем. Я тебе посуществую, подвожу. Давайте следующее. Я хочу свое высказать. Какое предложение? Что, давай врачей уступим? А что? Хочу конкретно рассказать. Я хочу, чтобы шахтеры высказали свое мнение. Где профсоюзы шахтерские? Зависимые и независимые. Почему они молчат? Сегодня вы получили зарплату. Завтра вы ее не получите. Может быть, получите. А не получите. Что вы придете домой и скажете? Профсоюзы. Зачем вы их содержите в профсоюзах? До сих пор ни один профсоюз здесь не выступил. Ни один профсоюзный деятель здесь не выступил и не встал. Ни с одной шахты. Подожди, вот человек спрашивает. Где начальник СБУ и начальник милиции? Россия! Где? А? Почему их нет? С кем они с нами или против нас? Где Филиппово? Где Филиппово? Мы работаем. Кому мы платим на сегодняшний день налоги? Для кого? Мы, чтобы Майдан ремонтировать, который мы не разваливали. Куда наши деньги и куда идут наши деньги? Ну, это материально. Но у нас есть и духовность. Товарищи. И, шановные пальцы, мы разговариваем на многих языках. У нас город тоже много национальный. И татары есть у нас. И русские, и украинцы. Много нас. Ну, давайте поддерживать то, что нам длюже. Европа – это наш враг. Сто процентный. За много веков, не годами, они всю жизнь хотят нас завоевать, поработить. И сейчас продолжается то же самое, чтобы мы на них работали еще даром. Те, я не знаю, как их назвать, которые захватили, пришли, поработили. Их нельзя и бандитами назвать. Это вражины. Это вражины, те, которые не хотят нам спокойствия, не хотят нам счастья. Мы тоже хотим жить спокойно, счастливо, ездить на моря. Улыбаться каждый день, проснуться и улыбаться. А мы почему-то живем уже три месяца, проснулись четыре. Что же делать? И мы слушаем по телевизору. А телевизор опять давайте возьмем эти СМИ, которые освещают нам. Смотрим украинский. Сплошь. Российское смотрим. Мы не можем понять, а что же прихмяк, а что же правда. Но у нас есть мозги. Мы сами думаем, мы сами видим, что происходит в стране. В стране происходит полнейший хаос. Полнейший бардак. Меня спрашивали, да? Ваше предложение. Ваше предложение. Не от меня. Мое предложение одно. Защищать Украину. Защищать... Я не скажу независимость. Я сторонник Советским Союзом. Я рожденный в СССР. Я за Россию. Земли российские. Ваше предложение. Какие-нибудь будут? Давайте за Россию. Давайте за Крым. В Крыму наши родичи. Близкие, родные. Во Львове у нас есть русские родные, близкие. В Черновцах есть родные, близкие. У нас есть в Магадане родные, близкие. Везде у нас есть родные, близкие. Мы один народ. Мы славяне. У нас одна вера. Только из этого можно исходить уже. У них готовите, готовите. Нету бендера. Есть украинский народ. Я говорю, у бендера были свои лозунги. Против москалей, фашистские. Против евреев, против искоренения нации как таковой. Главенскую. Одна только держа... И все. Фашистские. А флаг, да, у них красно-черный. Это мое было личное мнение. Я, баран Александр Васильевич, с вами. И за солидарность с Россией. Если мы будем молчать и в такой количестве собираться, мы ничего не добьемся. С Россией. Нам нужно более. С Россией. С Россией. С Россией. Шахтеры почему-то трусят. Шахтеры, вы трусы, шахтеры. Шахтеры, вы только... Как мне было всегда приятно. Я в армию когда и шел, в 89-м году, мне сказали, мы с Донбасса, мы шли, мы с Донбасса, мы сильные духом, мы сильные телом, мы очень сильный народ. А сейчас шахтеры почему-то спускаются в детей. А еще за плату плакат, а когда перестанут платить, а не станут. А перестанут платить. Да, да, когда будут ласнить. Я здесь немножко не согласен. Я Титренко Виктор. Я немножко с Сашей не согласен, я его хорошо знаю. Он правильно говорит, но что шахтеры боятся. Это неправильно. Просто они заняты на работе. И еще у нас пассивность. Наша пассивность. Я просто прошу с этой большой трибуны. Каждый человек, который здесь находится, должен сказать своему брату, своей жене, своей матери, что нельзя быть пассивным. Если мы не будем заниматься политикой, политика уже подходит к нам сзади. И так нас нагнет, чтобы мало не покажется. А нагнет 100%. Это даже банда, беспредельщики, не могу сказать. Насыкты, насыкты. Козлы, козлы. Вот мне понравилось, в Харькове приехал Клычко. И там мужик подошел, пенсионер, дедушка, и сказал, говорит, тварь, я, говорит, за тебя всегда болел всю твою, когда ты дрался, ну, боксом когда занимался. А ты, паскуда, испаскудил свое имя и весь свой образ. Ты, говорит, тварь. Вот она тварь и есть тварь. Это 100%. И эти ублюдки, которые сидят. Я ценю, что там еще, блядь. Кардидор, и так далее, и так далее. Это ублюдки. Которые, которые готовились не один год к этим делам. Они нам говорили оранжевую революцию, еще какую-то. И всю жизнь, вот сколько, 20 лет независимости, всю жизнь они нам крутят, крутят, крутят. А посмотреть на них, это одна бригада. Что Янукович, что Яценю, что Тимошенко. Их всех надо собрать за кучи. И Путину на Сибирь. И это много. На Сибирь, сука, шуфалили лет. Вот она будет порядок. И не 460 депутатов, а 40. 40 на всю Украину. Хватит их козлов кормить. Вот все мои дела. А я вас прошу. Каждый, брату, сварку, пусть выходят. Что это такое? Каждый, я знаю, каждый в красном луче поддерживает, о чем мы говорим. Ну все, там полежу, телевизор посмотрю. Выйди сюда. Вот она, вот она, камера. И выйдет она где-то. И они увидят. А так, что мы пришли? Мы сколько раз собираемся? 4 или 5 раз? А что толку? Поболтали и все. Это не годится. Надо как-то действовать. Активней надо. Брату, свату, матери, сестре. Всем надо говорить, чтобы не стояли, не сидели там за углами. Мы шептались. Или на базаре сколько? Выйдешь на базар, каждый день только одно и то же разговаривают между собой, обсуждают. Придите сюда, вот здесь обсудите. Чтобы было масса людей. У нас же 100 с лишним тысяч краснолучан. Это только город. А пригород? Ну, пригород там ясно. Далеко добираться и все. А краснолучане? Где краснолучане? Где шахтеры? Хватит спать. Ничего не выстрелит. Краснолучане, подходите, пожалуйста. Подходите. Здравствуйте, дорогие краснолучане. Я Попова Маргарита, жительница Красного Луча. Сегодня на втором метрорайоне раздавали вот такие листовки. Кто там на заднем плане, может быть, не видно, я зачту. Первое. Жители Донбасса, не пытайте иллюзий с новой властью. Власть националистов поставит нас на колени. Не верьте украинским СМИ. Они ухудут. Вставайте на борьбу. Вместе мы победим фашистов. Митинг. Митинг площадь Кирова. Было написано вот здесь. Не верьте украинским СМИ. Вот здесь у нас есть представители нашего красноуческого СМИ. ТРК Унич. И вот у меня конкретно вопрос к вашему Борису Федоровичу, по-моему. Да, хотелось бы передать ему в камеру привет. О том, что это директор телекомпании ТРК Унич. Значит, телекомпания ТРК Унич конкретная. Конечно, это просто нацисты. Такие же точно, которые сидят у нас в Киеве. Три митинга в городе прошло. Три митинга уже прошло. Ни один митинг не был освещен тем образом, которым он проходил. Со сцены вот этой импровизированной, то показывали неадекватных людей, которые просто в порыве злости, в порыве эмоций выходили сюда и не могли произвести ни одного конкретного предложения. Их не телеоператор выскакивал туда за трибуну с треногой, бежал и снимал это все. В то время, когда вот здесь женщина пыталась зачитать стих, который сама придумала, который сама написала, адресованный российскому народу. Так вот у меня вопрос конкретно к компании ТРК Унич. Вы с кем? Вы с народом? Или вы с теми, кто сидит сейчас там в Киеве? Вы с кем? Это оранжевая чума, которая, понимаете, играется с нами, как с детьми в детском саду. Потому что если задуматься, то если в оранжевый цвет добавить зелени, то есть если перевести это на более непримитивный язык, да, в оранжевую революцию сделали долларовые вливания зеленого цвета, и все это превратилось в коричневый цвет, который мы сейчас видим, наблюдаем на каждом телеканале, который нам показывают и кормят нас тем, что здесь, на Донбассе, живет быдло, которое не умеет сказать ни одного слова. Эти представители ТРК Унич, это смех, который я, например, на протяжении месяца смотрела, ни один из их ведущих, ни один из их интервьюеров не умеет неграмотно апеллировать речью, не умеет поставить ни одного сложно подчиненного предложения, берет репортаж, берет интервью у Моршинского, сидит и на каждом слове «бэ», «мэ», это что это такое? И что мы хотим увидеть на региональном уровне? Что мы хотим увидеть на региональном уровне? То, что в субботу избили телекомпанию ИРТА, так они уже просто там допросились этого. И вот я хочу сказать, обратиться, поднять эту вообще нашу краснолуческую общественность, если у нас еще есть, хотя бы немного светлого ума спросить у наших СМИ, у наших. Вот, посмотрите, обернитесь на все вот эти плакаты, которые здесь нарисованы, написаны. И первый из них стоит, который возле сцены. СМИ, хватит лгать. И вот мы наблюдаем на протяжении трех митингов то, как нам преподносят все эти митинги в своем свете конкретно наше краснолуческое телевидение. Спасибо за внимание. Дорогие краснолученицы! Парк! 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 Дорогие краснолученицы! Скажу в тему. Я разговаривал с представителем Теркалуч, мне был телефонный звонок после того, как мы их посетили. И они были в недоумении, что нам было нужно. Говорю, нет, нам не нужно было ни каких-то там экстремистских дел, ни захватов, ничего. Мы абсолютно мирные люди. Другое дело, что люди пришли потребовать просто справедливости. Ни однобоков выставления ситуации. Не пропаганды, а объективной информацией. Да не под Юлькой! Да ты их на подозрение! Нойте, они погадшие! И вот, и вот... И вот как раз сейчас, вот сейчас, я думаю, передо мной выступала девушка, она абсолютно доступно объяснила, почему люди пришли к Теркалучу. Ирки уже в Луганске пришли. Насчет Ирты я еще хочу сказать, одна особенность. На самом деле, там ситуация произошла такая. Так же самое, мирные люди, Луганская гвардия, пришли в Ирку. А там их обвинили в том, что они якобы украли кошелек, где журналистка собирала деньги на лечение ребенка. Понимаете? То есть это полное... Это, как говорится, уже в таком обвинить уже... Как говорится, это не то, что бред, это просто еще и подло. Люди абсолютно не нужно, чтобы людям, которым... Понимаете, какой уровень информационной войны идет? То есть даже там, где абсолютно нет ничего такого, в чем бы можно было нам устыдиться, они из этого делают на ровном месте, из воздуха, придумывают ложь, чернуху, и все это лепят вокруг. Вот такое сегодня телевидение у нас получается. Вот они снимают, пусть они выйдут из нас. Почивайте. И, по идее, есть законы об объемах городов. Есть законодательство, которое требует объективности. А зачем нам это телевидение здесь, если мы собираемся здесь на входах? Зачем они нам вот здесь нужны? Для того, чтобы потом показывать... Так вот, получается, видите, какой вопрос интересный. Значит, выгнайте вообще отсюда, и не давайте вообще... Донбасс, Россия, Крым! Донбасс, Россия, Крым! Донбасс, Россия, Крым! Следующий выступающий, подходите, пожалуйста. Донбасс, Россия, Крым! Донбасс, Россия, Крым! Я жительница этого города, Звард. Жена Шактера, мать троих детей. Девятого числа мы ходили по городу митингам, чтобы люди нас услышали. Пришли как можно больше. Сегодня, я смотрю, у нас не очень много здесь людей десятого. Десятого, да, спасибо, что исправили. Просто уже с этой кутюрьмой все числа попутала. Ну я пришла сюда больная после этого митинга с одним вопросом. Всегда у нас здесь на митинге все кричали и требовали, давайте активно действовать. Давайте активно действовать. И вот 10 числа, когда к нам наша милиция, мы кричим, милиция с нами или нет. Я подходила, я так понимаю, Дима, вы лидером у нас выбраны, правильно? Я подходила к Дмитрию и говорила, что от милиции пришла просьба перекрыть дорогу и не выпустить их в Луганск. Но люди, которые были на митинге, почему-то эту просьбу проигнорировали. Хотя в Луганске перекрыли дорогу и не пустили их дальше. Они просто отделились. Я вот хочу вопрос задать. Почему? Почему мы испугались и почему мы не пошли, этого не сделали? Как мы можем требовать от милиции, чтобы она была с нами, если мы их не поддерживаем в такой же момент, когда они пройдут помощь у людей? Потому что они люди подневольные. Им дали приказ, и они поехали. Их собрали и увезли. А мы отмолчали. Так вот я пришла к вопросу спросить, мы хотим каких-то, или нет? А зачем их пускать в Луганске, если мне в Луганске показали вот то, что они показывали? Ну зачем? В Луганске посмотрели, на их перепорка. Да там одна выходит. Почему запускать? Вот своих попали. Вот и все. Вот они они. Мы немножко не сутимы. А тогда не погибли. Есть предложения, есть люди, есть люди, которые занимаются такими вещами. У меня парень знакомый. Мы можем его нанять, и он все это дело сжимет, только это в следующий раз. Подождите, а почему самооборона не сказала, что нам нужна помощь в милиции? Почему никто не объявил? Ну это я не знаю. А почему мы выбираем самообороны? Задали вопрос. Я задал вопрос к руководителю, который был выбран. Ему было поведено до информации. Почему вы нам ничего не сказали? Так вот, я сейчас ответил. А Павел не знал, а куда мы не познакомились. Любые предложения, которые ко мне поступают, я озвучиваю. Люди голосуют, поддерживают или не поддерживают. Это все, что я могу в данный момент делать. Потому что мы не структурируем, мы не организация. Вы знали, вы знали, вы знали, что мы не против. Поэтому мы сейчас упорядивающим выступлением. Вы знали, а по поводу задают, вы знали? Была такая информация. Об этом говорили. И где потом еще разделились на две стороны. Кто хотел перекрывать трассу, кто обратно хотел идти, кто вообще пошел по домам. Опять же, видите, мы приходим к нашей организованности. Вы не понимаете, вы не понимаете, вы не понимаете, вы связываете с луганцем, сандрацтитом. У меня один простой вопрос. Насчет луганца. В суданском связь или в интернете? Только так? На данный момент. Здравствуйте, дорогие сепаратисты и экстремисты. Я такой же самый, как и вы, не переживайте. Все то, что на Западе говорится, это значит правильно. То, что говорится на Востоке, это экстремист и сепаратизм. Это уже привыкать надо. По поводу Луганска, я могу вам вкратце рассказать. Организованность, вот сейчас был задан вопрос, да. Такая же самая, как и у нас. Объясняю. В ту ночь, когда захватили ОБО совет, мы с казаками, я сам донской казак. Мы поехали туда, на охрану здания. Мы приехали туда. Что мы увидели? Приехали люди со всех городов области, не буду ничего говорить, но не более. Местные. Я на телефоне, ты мне сейчас звонишь, дай мне свой телефон, я тебе позвоню. Я говорю, хорошо, вопрос второй. Обрубили вышку. Куда я тебе буду звонить, в рельсу? Вот и все. Такая же самая ситуация, как и у нас. Поймите, у нас нет лидера. Нет лидера, который бы двигал бы наши идеи. Нет юристов, которые бы по закону все делали. Потому что мы не можем, да. Может быть мы и можем взять сейчас свои руки. Захватить то здание, то здание, то здание. А толку от этого? А зачем? Ну толку от этого, дальше что? Дальше что? Вот сейчас взяли, я разговаривал с лидерами, с теми же Клинчаевым, Арсеном, который сейчас арестован. И еще там есть такой Саша Харитонин или Харитонов, не знаю его. Вот он лидер, избранный комитет. Я у них спрашиваю, что дальше? Ваши действия. Мы хотим заставить, чтобы облсовет принял, выделил бюджет на проведение референдума. Я говорю, хорошо, вы заставите, это опять же по принуждению, вы заставите. Третий вопрос, примет ли ЦИК этот тот референдум или нет? Сейчас мы сдаем голоса свои, мы подписываемся за федерализацию Украины. Поймите, кричат, да, Россия, Россия, Россия. Ребята, клянусь вам, я в России три раза в месяц, это как минимум. Потому что я донской казак, я езжу на Дон, не только к родственникам, я езжу к Атаману своему и все остальное. Мы там не нужны. Ну не нужны, ну хочешь вы мне что говорите, не нужны. Там такое же самое. Была у меня в прошлом году поездка в город Дивеево, это Нижнегородская область. Я проехал 1100 километров, я проехал пустые города. Въезжаясь в город, там два первых дома живые люди, дальше стоят дома, на них плакаты, приходите, живите. Вот, я предлагаю конкретно, нужен лидер. Наши власти, понимаете, они с нами, но они не могут открыто это сказать, что они с нами. Потому что точно так же подчиняются кому-то. Вот, каждый боится, каждый чего-то этот. Я не юрист. Если бы я был бы юристом, я вам честно говорю, или была бы у меня команда своих юристов, я бы сейчас бы по закону, сугубо законами начал бы давить. Вот смотрите, ситуация, да? Читаю в интернете. Арестовали по приговору Шевченковского района города Киева. Я знаю, в этом Шевченковском районе города Киева живет моя мама, живет мой брат, живет племянка. Вот. Арестовали кого-то здесь в Луганске. Вопросов нет. Почему мы, жители Красного Луча, не можем подать в наш Красноурский городской суд о непризнании этой хунты военной? И все. Если Красноурский суд вынесет, значит она должна действовать на всей территории Украины. И пускай потом оспаривает высший суд, тем более уже даже все иностранные наблюдатели, те, которые даже вместе с Майданом, которые спонсировали, они даже понимают, что это незаконная власть. И то, что сейчас Турчинов назначает, снимает, назначает милиционеров, главных милиционеров, назначает это. Сейчас везде поменялось. Красноурский начальник милиции ушел. Андроцитовский районный начальник ушел. В Луганске начались, сегодня начались аресты. Арестовывают тех ребят, которые с нами ночью были в Луганске. В этом доме. Они просто охраняли. Их задача, они были люди приказа. Они стояли охраняем. Их арестовывают сегодня. Милиционер арестовывает милиционера. Докатились. Дальше что будет? Дальше. Поэтому надо в действительности нам всем не лениться. Подниматься и идти в эту 208 комнату. Подписываться. Раз мы решили за федерализацию, наши должны состоять там. То, что уповать на Россию. Я разговаривал в России с людьми. Они мне сказали, говорят, как можно, тут ваш народ требует. А как мы можем прийти помочь? На каком основании есть? Вот если бы у вас, говорят, у вас, как Приднестровье, мы бы официально ввели бы войска защитить русскоязычное население. А так, как мы, что мы сможем сделать? Это будет уже интервенция. Это уже не то. Польбо. Вы предлагаете расписываться. Прежде чем расписываться в исполкоме, пусть очень внимательно прочитают. Вы идите, скажите это сюда. Чего вы мне это кричите? Вы предлагаете все. Каждый, прежде чем что-то подписать или это, обязан прочитать. Под что человек подписывается? Это само собой. Вот человек пошел, говорит, расписался, а потом прочитал. А теперь за голову схватился. Понять? Простите. Все украинские реперендумы не получатся. Кстати, насчет Западной Украины. Я разговаривал с кумом. У меня вторая жена была от Западной Украины. Тернопольская область, город Бережаны. Я там жил два года. Народ так всяк. Для кого-то я был москаль, для кого-то нормальный человек. Смотря кто как относился. Зная их мову, можно разговаривать, на их мове, пожалуйста. Вот, не вопрос. Но! Я разговаривал с кумом, буквально позачал. Он говорит, молодец, что вы там робите? Я говорю, в смысле, что мы робим? Ну как, вы, говорит, там собираетесь, оборужаетесь, военкоматы. Им показывают. Наши военкоматы, полные людей. Доброводцы, которые хотят идти воевать. Против них. Я говорю, Миша, такого нету. Как-то нету, я к нам показываю. У нас, говорит, обрубили все российские каналы полностью. У них теперь польские и германские. Вот, пожалуйста. Они точно. Я спрашиваю, как обстановка в городе? Тот город, в котором я прожил два года. Он говорит, спокойно. Тихо, спокойно. Пару уродов, будем так сказать, не хотела выразиться. Я шахтер был, что-то таки. Вот. Пару уродов, говорит, ходят, агитируют, как вот это. Понимаете, получается, везде кучка. Кучка на Майдане, кучка во Львове, кучка в Иваново-Анфарковске. Вот сегодня в Иваново-Анфарковске показывает. Восстал мирный пикет против начальника УКОВН ВС. Это мирный пикет. Но если бы восстали бы наши, это был бы сепаратизм и экстремизм. Так вот, надо определиться. Кто-то этот Яценюх, он говорит, что мы за Единой Украину. За какую Единой Украину? Если ты одной рукой говоришь о том, что ты за Единой Украину, тут же второй рукой подписываешь о том, чтобы Восток наказать, русскоязычное население уничтожить и все остальное. Понимаете, это двойные стандарты. То бишь, жидовские разделяй и властвуй. Вот и все. Точно так. Спасибо за внимание. Добрый день. Ну вот это уже кто-то похожее близко к теме. Потому что стоим тут разговариваем и ходим пишем. Мне кажется, это никому никакого толку никакого не будет. Что-то надо думать, что-то решать. Поднимать наших шахтеров. И ручкой, и языком мы ничего не делаем. Это мое такое мнение. И весь Киевский уровень, а тут вот надо убирать и все. А действительно нет, надо дойти юриста, действительно правильно. Правильно, юриста. Нет, подождите, адвоката, депутат, действительно, просто лучше на суд, на незаконную власть. Хотя бы действительно что-то делать. Женщина, сколько вам лет? Вы с садика уже вышли? Ну все равно, что-то... Нет, ну так а что, ну поговорили, ну и все. Вы видели, Луганск, Донецк, Харьков, правильно. Все, кто начал говорить, все в Киеве сейчас. И нам вряд ли вернуться оттуда. Так и это. Так вот, если говорю, что предлагать? Надо что-то думать. Ну, конечно, не с женщинами. Нужны мужики. И с мужиками что-то решать. Здравствуйте, уважаемые сограждане. Здравствуйте, жители нашего города. Я в этом городе родился, знаете, и прожил всю свою жизнь. Я обычный рабочий человек. Я не активист, не политик. Далеко, конечно же, к сожалению, как теперь выходит, не юрист. Я просто обычный рабочий человек, который хочет жить. И которому, если вот есть возможность сказать что-либо, как он думает и как считает, уже я скажу. Вы знаете, я в этом городе прожил всю свою жизнь. Всю свою жизнь. Но прожил и проработал. Вот такого, как происходит сейчас, я не видел еще никогда. Если честно. И знаете, что вот многие говорят, да, вот даешь, мол, либо то, даешь, либо что-то другое. Нет. Не в том-то и дело. Это как метаться из одной, знаете, в личности в другую. Либо все и сразу, либо ничего и совсем так же не бывает. Это нужно понимать. А вот поскольку мы понимаем это, мы должны понимать. Нам не нужен радикализм, экстремизм, нацизм, национализм и всякие прочие этому проявления. Нам нужна власть. Страна должна жить. Жить должен народ в городе, в поселке, в области, в стране, где угодно. Все должны жить. Должны работать производство. Вот теперь скажите мне. Говорят, вот я сегодня слышал, да, как вот там сзади стоял. Говорят, что вот, мол, там шахтеры слабаки и так далее. Вы знаете, если они все поднимутся, и хотя бы раз об асфальт Кальского дыря слышно будет и во Львове. Но мы же не должны до этого говорить. Понимаете? Мы не должны так говорить. Нам нужно искать выход. В независимости, в этой самой независимости, мы находимся уже больше 20 лет, что нам это дало. Очередную гражданскую войну, в том-то и дело. Кому это и помогу и чем? Аж никому и ничем. В том-то и дело, абсолютно верно. И надо же понимать себя на каждом. Каждому надо понимать. Если ты хочешь завтра пойти на работу, и хочешь прийти к своей семье, ты имеешь право работать, но тебе же нужна и такая возможность. А как это может быть в условиях гражданской войны? Да никак. Абсолютно верно. Я считаю так. Какая бы ни была власть, да, попасть в Европу, если честно, попасть в очередное охотноство. Для этого что ли оставили независимость? Я так не думаю сейчас. Нет, не для этого. Страна должна жить. Вот так я считаю. Страна должна работать, производить, двигаться, действовать. Все должно быть законно. Должно быть народно, должно быть гласно. А не так, как всегда. Один придумал, кому-то сказали, а третье показали. Нет, так быть не должно. Не должно так быть. Поэтому я считаю, знаете ли, так. Вот я стою, да, сейчас вот смотрю, да. Вот люди с российскими флагами, да, стоят, допустим. Да, я понимаю точку зрения, конечно же. Я, если честно, и сам того сторонника. Просто. Вот посмотрите. Вот люди, вот, да, явный тому пример. Стоит пожилой человек и молодой, молодой, великой. Все ведь уже прекрасно понимают, что ничего не получится из-за этой псевдодемократии, из-за этой псевдонезависимости. К чему нас это привело? К финансовому кризису, к голоду и уже почти к гражданской войне. Да. Почему? А потому что это все хорошо спланированный сценарий. Абсолютно верно. Вот мне только интересно, а что же там в конце написано, чем же это все закончится? Что там в конце фильмов? Понимаете как? А что теперь делать? А что делать? Это нам теперь решать, что делать. Ведь каждый же имеет право жить. Нужно создавать общность. Общность. А не чтобы одни, извините, приехали узурпировать, а другие били за это. Подождите, говорите, что там написано? Было написано. Здесь? Нет, нет. Отсюда вроде видно. Вот уж спросите. Я считаю. Я про это пенсионеры. Там было написано. Там где? Это самое. Нет, я хочу тут перевелать. По телезу передавали, что мы все знаем. Что этим мы мразям дадим пока поощады, а потом мы их просто уничтожим. Мы сомневались, что там стоят. И вот вам очередной радикализм. Вы за это? Я нет. Я сейчас не знаю. Я считаю так. А почему вы нашли? А почему вы что делаете? Если говорите, то говорите по одному. У вас вообще на выяснице не измените. И вообще, собственно говоря, что я вам скажу. Я понимаю так, что если мы один народ, если мы один народ, а значит, мы имеем права. А поскольку мы их имеем, то мы их имеем как одно государство. И все же, вы знаете, действительно, если вот так вот не получается, не получилось у нас уже в условиях независимости, нет, не получилось. Ничего хорошего нам этого не принесло. Поэтому давайте, наверное, как-то думать вот немного по-другому. Немного по-другому. А вот по такому, действительно, если мы власть, если мы власть, то нам, значит, изменить... Я думаю, вы меня поняли. Я считаю так, что нам нужно жить как одному народу. И так, как это для народа нужно. Спасибо за внимание. Меня зовут Чеботарева Оксана. Я жительница этого города. И мне отлично безразлична наша судьба. Судьба моих детей и также ваших детей. Я смотрю по телевизору, я смотрю много в интернете. Я просто в шоке от того, что нам приходится сейчас переживать. Это очень ужасно. Это никому не надо такого в жизни пожелать, чтобы что у нас происходит. Никто не хочет войны, никто не хочет, чтобы наших детей, чтобы наших матерей, нас приходили, убивали кто? Убивали фашисты, которые восстали из пепла, которые сейчас пропагандируют что? Что мы москали, что мы радикалисты, что мы тут самый ненавистный и самый позорный народ. Это неправда. Мы самый добрый, замечательный народ на этой земле. Мы не пошли в первые гранитехники. Мы сидели здесь, мы работали, мы отправляли деньги в их бюджеты, чтобы они получали пенсии за наш счет, за то, что мы на свою морбу их несем. И мы для них постоянно плохие. Да, они ставят нам виселиц. А кто же их будет обрабатывать? Скажите, пожалуйста, если нас всех здесь перевешат. И я не согласна с мужчиной, который вышел и мямлит и говорит. Мы России не нужны. Мы тому не нужны. Мы должны склониться и поклониться. Это неправда. Мы должны встать и показать. Мы люди, мы есть на этой земле. И мы должны бороться. И Россия, поверьте мне, я больше, чем уверена. У меня у мамы осталась племянница, которая живет в Москве. Это показывают по российским каналам. Люди, россияне поддерживают нас на стол, потому что мы русский такой же народ. А в том, что нас отделили в 90-х годах, мы в этом не виноваты. Просто так сложились обстоятельства, что русские люди остались жить на этой никчемной земле, которая сейчас нас преследует. Это никчемная власть. Поэтому боритесь, не опускайте головы. Настраивайте своих родных, близких, знакомых. Проводите беседу, чтобы они не были зомбированы этим телевидением. Нельзя врать никому. Сейчас нам запретили разговаривать на русском. У нас запрещают показывать российские телевидения. Скоро нам не разрешат думать ни о чем. Нас просто затолкут, затопчут и все. Нам нельзя опускать голову. Мы должны выстоять и победить. И я верю, если наши старые люди, которые остались еще в военных лет, которые воевали, им сейчас будет стыдно за нас, что мы, их дети и внуки, не смогли отстоять то, что они в 41-м и в 45-м победили. А мы их просто придадим. Нельзя нам быть такими пассивными. Поднимайтесь, люди, будьте активнее, пожалуйста. Молодец! 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 В России выходят столько людей, а мы не можем выйти. Я родился в этом городе, мне 66 лет, бывший шахтер. Сейчас я гражданин России. Попал сюда, приехал, чтобы поддержать свой народ. Всех людей, в кем я вырос, в кем я жил. Я на этой площади жил, в центре города. Я получаю хорошую пенсию. У меня хорошее медицинское обслуживание. Живу я, не жалею. Восцветует с трех внуков. Двое здесь, одна сейчас внучка, которую вы многие знаете, она здесь училась. Белла Круцкий, которая пела, выступала за этот город. Сейчас она учится в Питере. Я вам хочу одно сказать. Вы видели Россию. Весь народ поднялся за русскую нацию. Весь! И вот тот человек хотел мне казать, он сказал, мы так никому не нужны. Россия не поднялась бы, если бы мы не нужны были России. Русский народ весь. От Владивостока до Мурманска сказал. Люди, приезжайте. Мы вас встретим, мы вам поможем. Поэтому я не знаю, мне 65 лет, но я буду на колени агрызть. Но за свою родину, за свой город Красноярск, я разорву любого. Россия! 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 Здравствуйте, правосудивые учреждения. Я шахтер, работаю на шахте, сейчас в области. Шахта-изельца. Слышал такую информацию, что произошла смена генерального директора. У меня такое предложение, на 16 число, на митинг на следующий, на 12 часов, пригласить непосредственно генерального директора и услышать его позицию. 16 числа, в освещении. Я не знаю вообще кто. Профсоюзы, профсоюзы. А вот именно самого генерального директора можно было послушать. Можно всех руководителей шахты, но я не думаю, что они согласятся. Дмитрий Молчалов сказал, что в исполкоме сейчас никого нету, власти как-то такого нету. Сегодня зашел пригласить. Родченко был в Луганске по партийным делам, как он объяснил, Филиппова, сейчас на больничном. В результате нахожусь. Я даже не комментирую, может человек болеет или как там что. Просто то, что мне сказали, я передал. Поэтому, я не знаю, Дмитрий не сможет, не сможет ли, как вообще это сделать, пригласить генерального директора на следующий мидинг. Я думаю, вы меня поддержите в этом вопросе. Спасибо. Всех директоров шахт сюда, всех, весь руководящий состав, чтобы они сказали, что они... А это ставленники сейчас, вот генеральный директор, это ставленники новой власти. Я хочу сказать про такую вещь. Значит, мы выбрали депутатов, они сейчас в Верховной Раде, которые приняли все эти законы. И по русскому языку, это самое, чтобы уничтожить, и это самое. Я предлагаю, значит, если вот сейчас мы соберем подписи, подадим там, не примут, это самое, ну, это я стопудово, что они не примут за федерализацию. Мы, значит, наши действия, если они не примут, мы не идем на выборы президента. Нет! Потому что у нас тут нету лидера. Один был козел, который нас предал, хавается сейчас в Ростове. Это, значит, еще, требовать, если, это самое, требовать закон. Пришел с партии, с партии иди до конца. Если ты не согласен, значит, сложи свой депутатский мандат. И, это самое, такие, как Богословская, Жвания, ну, и там их человек 40 или 50, перебежали за деньги или за испуг, перебежали к этим помаранчим, приняли эти все законы, поддерживают эту незаконную власть. В общем, это самое, и делают полный беспредел. Нас считают за быдло. Значит, первое мое требование, не идти на выборы, не поддерживать эту власть, не выбирать президента. Не знаю, кто такой Губарев, пусть придет сюда и объявится, если он хочет, чтобы за него голосовали. Вот такой он мне предложил. С одним я не согласен с доводом о том, что якобы тут нас не замечают, и как-то так было бы сказано. Дело в том, что красноучанин могу поздравить, нас очень даже замечают. Буквально сейчас пока шло собрание, на мой телефон был звонок представителя обл. администрации, где нас предупредили, что нам придется за все отвечать. Вот я хочу сказать сейчас. За то, что мы сейчас говорим, отвечали еще наши деды. Они были против фашизма, и они за свои слова отвечали, и доказали это. Так? Так. Они были против милитаризма, вот этой агрессии военной. И они это доказали делом, они за свои слова отвечали. Они были против террора, против лагерей, против национальной и прочей дискриминации. И они за свои слова отвечали делом. Поэтому мы за свои слова отвечаем. Мы против фашизма, против милитаризма, против экстремизма и террора. Прошу подходить и выступать, пожалуйста. Отвечаю за каждое свое слово. Краснолучане, призываю вас. Давайте подниматься. Давайте не молчать. У нас вот это бессмысленное молчание. Никому не нужно. Когда мы вместе, мы сила огромная. Шахтеров. Всех призываем. В каждой семье есть шахтер. Мы край Донбасс. Призываю вас подниматься, вставать за Россию. Крым поддерживаем. Я отвечаю за каждое свое слово. И не долго боюсь. Примусь в России. А мы когда будем в России. Наши молодые, мы хотим в Крыму. Здравствуйте, дорогие краснолучане. Я на предыдущем митинге выступал. Но не все сказал. Хотел поговорить с представителем нашей власти, Родченко. Но договорились, что я встречусь с ним во вторник. У меня не было такой возможности. Ездил в Луганск областную больницу. Я сегодня зашел в госполком с этим же предложением. То, что мы собрались, это хорошо. То, что мы проснулись в конце концов. Хоть не все, но все-таки мы проснулись. И должны более активнее выступать. Но у меня есть конкретное предложение. То, что у нас собираются подписи за федерализацию. Никто, поверьте моему слову, никто в Киеве не обратит внимания на эти списки. Их в урну туда, в туалет выбросят, и так все останется. Потому что там Турчинов, Яценюк, Теглебок, все эти фашисты. Они свою политику гнут, и они будут свое дело делать. Я предлагаю, и предлагал сегодня в госполкоме, есть у нас, оказывается, такая структура по внутрополитическим вопросам. Я пришел и предложил, говорю, давайте мы создадим массовую организацию. Что бы, значит, созовем. У нас есть в каждом, значит, ну, эти квартальные. Есть, значит, представители этих газовых коллективов, этих мереж. Есть списки у госполкома этих квартальных. Есть у ОКСИ списки представителей кооперативов. Давайте соберем этих представителей квартальных. Давайте совещание. И организационно организуем массовые организации. Чтоб люди были на каждом поселке, на каждой улице организованы. А то, что мы собрались на митинг, вот сейчас пришли. Все знали, что сегодня митинг? Нет. Где-то вывесили по углам эти объявления, что сегодня митинг. И скрывают, скрывают, скрывают. Вот. Нас просто хотят договорить. А там в Киеве не разговаривают. С Америки прислали, показывали по телевидению. В Киеве выстрелилось 300 человек-боевиков, которые, значит, занимаются убийствами, переворотами, этим всякими провокациями. Вооруженные. А мы сейчас, да, у нас все незаконно. Нам говорят, все это незаконно. Как это не незаконно? Мы хотим сами себя защитить. У нас какая власть, такие решения? Кому подчиняются? То и власти незаконны. Так вот, вы согласны? Согласны. То, что я предлагал. И вот надо вот это требование. Значит, собрать квартальных, собрать представителей кооператива. Это у нас кооперативы, короче, и все квартальные охватывают все территории. Красного Луча и прилегающие территории к Красному Лучу. Значит, можно это сделать? Можно. А представители нашего гороскопа, знаете, что сказал? Значит, а вы вот соберитесь в три человека. Три человека. Председателя выберите. Значит, заместителя. Секретаря. И, значит, идите до юриста. Значит, фиксируйте. Придете, значит, это уже будет организация. Придете в Красный Луч, то есть этот гороскопом. Мы у вас в течение дня зарегистрируем. Мы тоже регистрируем. Зарегистрируем. Ну, а вы вот, мол, начинайте сами с себя. На улице у себя наводите порядок, посадите цветочки, посадите, едьте в этот питомник наш, возьмите деревьевцы, посадите. Вот с этого вы начинайте. Вы понимаете, у нас всех вводят в сторону. А конкретными вопросами никто не занимается. Показывают, да, у нас, говорят, есть дружина. Сколько там? 400 человек. Охраняют памятники. Это хорошо. Но не памятник охраняют. Они охраняют, как вечером собрались и разбежались. Да нет, они начали. Ну, это хорошо. Ночью до утра. Ну, так почему нам не организоваться? Скажите, почему нам не сделать массовую общественную организацию? У нас впереди. Будут выборы. Уместные советы депутатов избирать. Я 4 года не знал, кто у меня депутат. Только перед Дом годом пришла открыточка. Уважаемый такой-то, такой-то. Поздравляем вас и вашу семью с новым 2014 годом. Оказывается, депутат Солдатченко. У нас столько беспорядков, столько вода, 4 года греется. Тысячи кубов у него. Давайте уже отругу. Давайте без воды. Без воды. Да у нас без воды. Вообще, скоро я этому представителю располкома сказал. Насчет не цветочки сажать, не деревья сажать. У нас уже, знаете, в душе уже все кипит. У нас люди уже поняли, что нам так жить нельзя. Сейчас мы поднимаем политический вопрос. Выборы начнут, мы начнем экономические вопросы. Нельзя нам так дальше больше жить. И нам нужно тут в городе Красномурске, в проявляющей территории, массовая организация. Организация, организация, организация. Иначе у нас толку не будем. Поговорим, спустим и разбежимся. И будем сидеть по дворам, по улицам. У себя на кухне будем разговаривать. Обсуждать все эти политические нюансы. А нас придут, вот уже идут сюда. Добкина арестовали. Там Керна сегодня вроде как поехал, собирался ехать. У Луганска приехали, прилюдно, Ляшко, как он, с Лилами, которые видели, даже показывали по телевидению. Мужчина правильно только что выступил, сказал по поводу организации. Вот давайте это все вместе примем и создадим восточно-украинское общественное движение. Организация это как-то мелко звучит. А вот именно движение. Подключим это. Я вам гарантирую о том, что даже по всем городам, для того, чтобы она была восточно-украинская, по всем городам нашего юго-востока, можно открывается представительство, и все это перерастает вообще в это, в общеукраинскую, пока мы еще Украина. Вот. Но это создавать буквально несколько дней. Единственное, надо толкового юриста, чтобы подсказал правильно, как это все сделать. Создаем вообще ценную ячейку здесь, в городе Красный Луч. Все желающие записываются. Кто не записывается, просто поддержит, неважно. И так далее. Донецк, Луганск, даже здесь Красно-Лучская громада вокруг города. Уже это будет много ячеек, и можно это перерастет в действительность в массовую организацию. Это очень прекрасно. А для того, чтобы там, в Киеве, нас услышали, вот в действительности хорошая идея. Надо просто прекращать запрещать деньги. Если не будут шахты отдавать, Донбасс антрацит, антрацит и углеобогащение, равеньки антрацит, если не будет перечисления в Киев, они тогда вспомнят, что мы не есть, оказывается. А так деньги все равно капают. А там говорите, не говорите. Вот так вот. Насчет организации, только одна маленькая заметка. У нас в Красном Луче 94 партии, около сотни общественных организаций, из которых 7 дружин, и дальше организации полу, скажем, военного характера, как, ну, можно сказать, оказачьи, например. То есть у нас организации хватает. Но почему их здесь, на площади, не видно? Я хочу сказать следующее. Давайте начнем с самого малого. Пройдитесь, мужики, пройдитесь по подъезду, поговорите с соседями и скажите элементарно. Если услышите, что у меня крикали, я звоню по телефону, значит, ко мне нагрянули уже эти самые головорезы. Выйдите в подъезд, у кого что есть, у кого что, не так, что ли? Мы будем ждать, пока кто-то прибежит, откуда-то, где-то там какие-то патрули. Да элементарно, надо, чтобы хотя бы на улице, переулке, подъезде, дома люди хотя бы друг друга могли защитить. Если этого не будет, все остальное, тем более, друг другу никто нужен не будет. Прошу следующего, господи. Здравствуйте, жители города Красный Луч. Я предлагаю немножко от слов переходить к действиям. Я предлагаю сейчас под ваши крики позор палить нашу действующую власть. Вот она. Хватит, сейчас! Позор! 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 которая сейчас выходила до секундочку большое спасибо кроме того скажу давайте скажем все спасибо потому что девушка активно организует у себя молодежь привлекает сюда людей вот как видите такая маленькая но все-таки действенная информационная такая акция кроме того сейчас попросили и вот и с молодежи все мы ее попросили чтобы она она за свои деньги даже и печатает многие материалы ну а вы знаете девушка с ребенком маленьким вот поэтому очень такая вот горячее сердце мы ее попросили чтобы она сделала сделала сборы почему потому что вот сейчас у нас есть даже вот через что выступать есть микрофон не так давно когда пошли по городу не было элементарного мегафона и даже самых элементарных хотелось бы больше среди красно-лучан и георгийских ленточек расстать и какие-то наклейки агитации стикеры листовки понимаете это все нужно потому что люди в принципе даже не знаю что здесь что-то происходит собирается вот поэтому предлагаю назначить ее нашим общим сборщиком средств пожертвований на общее дело красно-лучан обращение обращение написать путину обращение написать путину уже писали неоднократно уже более двухсот обращений написали ждем ответа пока приходили что вас не бросил вот под личную ответственность катерины такая вот народная скрынька на самое такое вот что необходимое звучаем при всех итак прошу следующее желающее сказать свое мнение какое бы оно ни было у нас ценится мнение каждого человека потому что у нас каждый человек ценен я может скажу глупость ну давайте если проигнорирует все наши подписи все остальное давайте наверно с каждого города отправлять делегацию да не в луганск а кремлю и будем просить путина чтобы он нам помог разобраться с этими фашистами не надо нам присоединяться к россии или там еще что-то а просто фашистов ликвидировать с нашей украины да и все пусть он нам поможет у него есть силу его прислушаться и европа и америка и все прислушаться пусть он нас не бросает но мы сами с ними не справимся уже понятно и все знают что эти подписи что мы собрали они не имеют права проигнорировать но они их проигнорируют давайте давайте после 16 числа если этот референдум ни у нас не получится давайте что-то уже прямые какие-то действия объединяться с россией с каждого города то объединяться у нас все равно не может и получится но это очень дорого пока пока все это случится мы уже наверно нас уже тут поперевешивают с этим фашизмом нужно разобраться и я думаю что кроме россии нам никто не поможет я не оправиться я просто не на съемке всемиром да нас вам здесь все я все на И вот смотрю, нас все меньше и меньше становится здесь. Я вот одного не могу понять, или мы такие спокойные, или мы действительно, нам нужно, как когда-то Юрий Никулин о нем дождь говорил, сначала дать по заднице, и потом начнем действовать. Ну вроде и жалко, что задница-то маленькая. Вот хотелось бы мне все-таки узнать, что, вот ни одного предложения, отправить письмо, отправить это, а кто скажет, как нам действовать с теми, которые придут сегодня ночью за вами, ко мной, за кем. Почему? Прокуратура у нас не работает, но протирает штаны, зарабатывает плотим деньги мы, налогами. Они должны вроде прийти к нам и к нас защищать. В прокуратуре нас нету, в милиции нас тоже нету, да? Спрашивается, к кому нам идти. Филиппова мы в воскресенье ее звали, приглашали, заставляли, она не пришла. Сказали у нее там что-то по-семейному еще. Сегодня тоже у нее семейное. А я понимаю так, как только начинается такая катавасия, она вот тут должна стоять вместе с нами, а не один в единственные раз. Теперь мое предложение такое, давайте все-таки выбирать какой-то наш штаб. Чтобы можно, нет, ну, убирать Филиппов мы не можем до выборов. А до выборов мы не доживем. Потому, да не доживете вы. Нас просто-напросто поглотят, а мы будем спокойными, как, я не знаю, так просто будем ходить как чебурашки. Нас туда кинут, там и будем стоять. Я уже обращался по своему дому, хотел подписать бумажки. Мне они сказали, вот тогда мы услышим по центральному телевидению о референдуме, когда мы придем подписывать. Вот это положение, которое сейчас у нас в нашем городе. Такое же самое положение идет и по Олчевску. Везде идут точно такое же. Приходят из всего города, если пришло процентов 10 когда-нибудь, то это хорошо. Скажите, почему в Крыму ОПУ? С 16-го будет референдум, а у нас в Юго-Восток? Я хочу вам сказать одно. Нет, не проводят. В Крыму народ, наверное, немножечко получше, чем мы. Мы в шахте промонтулили, я 15 лет там пробыл. Мы в шахте промонтулили. Сейчас здесь по пальцам шахтеров пересчитать можно. Это от того, что они сильно устали. А в 89-м, в 90-м году тоже устали, когда мы ночами вот тут стояли и меняли здесь сменами. Неужели сейчас, вот люди мне говорили, ходили по шахтам, по нарядным, и никто не пришел. А то, что генерала сюда позвать, он не придет. И почему мы стоим здесь, а не можем пойти туда, к нашему дому, где сидят наши выбранные люди. Они никогда не поймут. У меня есть одно такое предложение. В воскресенье собираться не здесь, а собираться возле горисполкома. Это люди, которых мы выбрали. Передать надо нашему Андрианову, он с областной власти. Передать ему, через коммунистов, которые здесь существуют у нас, передать, чтобы он на воскресенье, на 12 часов дня, пригласил Филиппову, и она должна пригласить все наше начальство города. Вот тогда это будет действенно. А сейчас... Подождите, люди добрые, я такой же житель Красного Урча, как и он. Все смотрят интернет. По Донецку на 16-е объявлены референдум, по Луганску объявлены референдум. С 6 утра до 24.00 на Центральной площади будет под охраной стоять урны. Лицевая ксерокопия паспорта, на ней написаны вопросы. Откройте, посмотрите, какие там вопросы. За федерализацию, за Россию и за русский язык. Да, нет, три вопроса. Все, как сказали, посмотрите. И никто не сможет сказать, что это подделка. А тут рассказывают, что ничего никому сделать нельзя. За полный, по-другому. Ну как? Конкретно, я не знаю, что они приехали к нам. Почему они не тратят что-то, в Луганске? Я только поехала к моему городу. Чего они считали, что это референдум? Микрофон. Приложения раздают на референдум. Уже кругом в интернете выложено полностью все. Просьба скачивать, сделать ксерокопии. Прочитайте. Прочитайте. 16 марта 2014 года приглашаю вас на Луганский референдум, руководствуясь Европейской хартии местного самоуправления, статьями 38, 69 Конституции Украины, статьей 1 Международного пакта о экономических, социальных и культурных правах, статьей 1 Международного пакта о гражданских и политических правах. На основании статьи 7, 26 Закона Украины о местном самоуправлении в Украине было принято решение о вынесении на референдум следующих вопросов. Доверяете ли вы органам местного самоуправления в Луганске и Луганской области? Доверяете ли вы региональную федерализацию на территории Луганской области? Согласны ли вы, чтобы гарантом конституционных прав и свобод граждан Луганской области выступил президент Российской Федерации? Для участия на референдуме необходимо иметь при себе сферокопию первой страницы паспорта. Референдум будет проходить, ну это у них, вот на площади героев Великой Отечественной войны, возле памятника Тараса Григорьевича Шевченко, с 6.00 до 24.00, 16 марта. А мы тут стоим, рассусоливаем непонятно что. Красноярск, бодроводитель. Бодроводитель, почему? Мы пришли узнать. Думали наши активисты нам что-то расскажут. Они только нам рассказывают. Надо собираться, надо что-то делать. Я не знаю, я говорю. Кто это написал? В интернете. Я хочу знать, кто это написал. Это здесь уже распространяют. Я говорю, кто это написал. В интернете. Кто предстоит, кому отдавать свой паспорт? Я только что проехала, и пуганка. Вы, когда я знаю, что у нас было администрации Луганска, стоят активисты, и каждому в руки раздают такое приглашение. Мы хуже Луганска, мы хуже Донецка, мы уже не такие, как они. Чем наш город хуже? Объясните, люди. Почему у нас никто не работает? Тогда куда мы идем? Вопрос. Где наши депутаты, которые мы выбрали? Что они вообще делают? Что они сделали для нашего города? Мы пришли, где они? Хорошо, Билипова нет, ее никогда нет. Для нас ее нет никогда. А кто ее выбирал? Это уже мой вопрос. Янукович, он только янукович дарю Билипова. Просто обидно и стыдно за нас, что мы безактивные. Такие у нас не найдутся умные, активные, юридически подкованные люди, которые бы повели нас за собой. Поедем туда, давайте? Давайте! Давайте, начнем. Пойдемте пешком сегодня. Я первый поведу вас, пойдемте. Но я вам говорю, то, что мы с вами отпечатаем, принесем, отдадим, их просто-напросто скажут, не хватило голосов. Пять тысяч лежит подписанных с паспортами, фамилия, имя, отчество, год рождения лежат у Филиповой. В 208-м кабинете. Пять тысяч подписей. Давайте, пойдем и отвезем их. Кто поведет? Если Филипова об этом дала, почему она не пришла, не сказала? Давайте мне, я лично отвезу. Давайте, 208-й кабинет, приходите и забирайте их. А теперь получается вот. Ладно, я ее сейчас отштампую. Тридцать штук. Вот, кто сберет вас за четырех паспортами. Я уверен в том, что придем туда, уважаемые. Хорошо, я на паспорте своей рукой напишу. Доверяю тому-то и тому-то. Все. А дальше как мы будем действовать на ней? Это не референдум будет. Вы поймите правильно. И вот сюда собраться. А нас сто человек. А нас сто человек, ребята. Надо же думать о том, какие последствия будут от этого. Эти бумажки просто потом спалят. Я вам честно говорю. Да это просто приглашение. Да приглашение. Если это так делается, приедьте сюда к нам. И давайте у нас поставим уровень. Зачем? Да почему они должны спалят? Потому что они говорят за федерализацию региона. Как можно Луганску 700 тысяч решать за полтора миллиона? А нас в Луганской области сколько? Миллиона полтора. Значит, надо нас объединить? Да. А они только Луганскому идут. А тебе говорят, надо у себя был референдум. Они у себя. Все это потом соединят. Да за два дня мы его не сделаем, девчата. Поверьте мне. Я принесу в урну, соберу голоса туда, а дальше куда я их отдам? Вот это и человек. Куда мы их отдадим? Краснолучане, вопрос так получается. У нас проблемы не в отсутствии референдума, а в том, что их много получается. Вспомните, буквально на прошлом собрании, на универсаме, наш товарищ Савченко показал, тоже один из параллельных вариантов распечатанных с интернета. Какой из них правильный, какой неправильный, как говорится, тут уже черт угусловит. Понимаете, у нас получается, что уже дошло, что идут массовые референдумы, буквально в одном том же Луганске, их несколько. Вот в чем ситуация. И получается, что сейчас пять тысяч подписей собрали. Это по-своему тоже сам факт, что люди расписались, это тоже есть выражение мнения людей. И получается ситуация, что дальше, что с интернета что-то распечатать, куда-то слать. Что вот этот вариант, который, скажем, не хуже, не лучше. Что тот вариант, который занимается исполком, не хуже, не лучше. Получается массовый вал референдумов. Вот в чем вопрос. Давайте об этом. Нужно всем собрать и идти к исполкому. И требовать, чтобы они провели референдум нам. Вы поняли или нет? Узокливости и требовалось от хвостей наших. И нам разрешили провести 16 числа наравне с Крымом, чтобы нам здесь референдум сделали. Вот и на что мы и куда идти. Подождите, выскажите, есть еще живающие? Нет, я попрошу. А где Савченко? Савченко сегодня нет. Не знаю, что случилось. Возможно, поработят. Потому что они все текают. Что Филиппова, что все, кто там сидят. Разговоров-то много, а дела мало. Все кричат, давайте туда, давайте туда. Ну, во-первых, нужен лидер. А во-вторых, нужно высказать общее мнение. Я надеюсь, что все согласны. Что с тем, что если мы в Луганской области хотим федерализации, то это не значит, что мы хотим отсоединиться от Украины. Просто мы хотим, чтобы те деньги, которые зарабатывала вся Луганская область, большинство оставались у нас. И мы распределяем, куда их деть. По полиции, на школу, на образование и на все остальное. Отбандерской власти. Не надо говорить, что мы не хотим отсоединиться. Хотим мы отбандера отсоединиться. Не надо провоцировать здесь, что мы хотим отсоединиться. Вы сначала соберите людей, которые будут готовы на референдум, а потом, мы же будем об этом говорить, мы хотим самостоятельности, уверенности в завтрашнем дне. Чтобы мужчина работал, а женщина ждала его с работы. Ждала его. Он мог заработать достойную зарплату, чтобы заработали заводы, фарфики, шахты. А не только Чесенюк ездит по Европам и просит деньги на поклон. Мы что, нищие? Мы сами не можем заработать эти деньги. Нам нужна организация, нам нужны лидеры. Выбрать общее решение, объединиться, организоваться, решить, что мы хотим. А мы хотим одного. Чтобы не пришли к нам эти бандеровцы, не навязывали нам свою волю, потому что мы свободные граждане. Кстати, по конституции, по нашей украинской, написано просто. Каждый гражданин имеет право и на свободу слова. Короче, у нас все свободы есть. И это все нужно завоевывать. И я хочу обратиться больше к мужчинам, потому что нужно организовываться. Мужики, тому водка, тому еще что-то. Хватит спать. Вставайте, организовывайтесь. Добивайтесь того, чтобы вы здесь были хозяевами. Мы их здесь хозяева, наш народ. Они вот эти, которые из Киева нам указывают. Мы не признаем их в ней власть. Если кто за это отдал, скажите. Еще хочу сказать, что если мы организуемся и организованно все это сделаем, Россия нам всегда поможет. Потому что это наши братья. Большинство родственников там живут наши. Мы всегда были вместе. А надеяться на Киев нам нечего. Все видели, как Лешко, депутат, которого выбирали, унижает людей. Это депутат. Это как это так получается, что депутат, которого выбрали на люди для того, чтобы он устанавливал законы, он приходит и унижает человека. Это как это так? Потому что он много лет за педагогом был. Мы хотим этого или нет, чтобы с нами со всеми так все обращались. Нет. Вот нам нужно объединяться и бороться за то, чтобы мы, народ, все говорили, что такое власть нас обслуживает. Любой чиновник, любой мэр, любая администрация, милиция, мы платим налоги для того, чтобы мы жили спокойно, чтобы они нас обслуживали, а не для того, чтобы приходили и говорили, как нам разговаривать. Что нам делать? Куда идти? Да, все ясно. Как нам быть теперь на этим референциям? Надо сказать, что города виноваты. Нужно организовываться. Собирать подписи, потому что нас примут тогда, когда будут бумажки, на которых, да, вот, много людей. Если тут соберется сейчас 200 человек, напишут подписи, и что? Подписи собираются две недели. Их уже на дом. Митинский там было 4 молодежи. Значит, нужно выиграть активистов, идти туда, в полком, и требовать, давайте, эти документы, собирать еще больше подписей, и тогда уже с ними обращаться в соответствующие станции. Вот. А разговаривать это просто так не получится. Нет, нет. А не надо просто так разговаривать. Мы сейчас только что опять пришли к тому, что нужно укреплять связи. Так вот, я хочу сказать, что надо учиться даже у своих врагов. Вы знаете, вот у майданщиков был свой пресс-центр, там пресс-секретарь, который конкретно один человек работал и со связью с другими городами, и с прессой, и с интернетом, и прочее. Поэтому предлагаю нам тоже так же сделать. Вот. Я, значит, опять же, присматриваясь к молодежи, которая приходит и принимает участие, хотел бы сказать пару слов об Андрее Марчуке. Вот он здесь стоит. Андрей, пожалуйста, поднимите. Человек, который имеет контакты со всеми журналистами, умеет работать с сетью интернет, и, собственно говоря, непосредственно имеет отношение к многим версткам текста, листовок и так далее. То есть человек, я скажу, профессиональный. Вот. Я предлагаю, чтобы он был, скажем, пресс-секретарем нашего движения, собраника. Катя, что он не может сделать? Скажите. Он может сконтактировать людей. Давайте. Вы думаете, что, 16 число, а дальше все, трава не растет? Нет. Посмотрим еще, как дальше. Может, это как оно будет тянуться? Мы не знаем ничего еще, что дальше будет. Поэтому давайте будем смотреть... Я понимаю. Давайте будем смотреть на ситуацию с следующей стороны, что оно может тянуться, и давайте будем готовы к долгой, скажем, осаде информационной. Поэтому я сейчас передам микрофон. Дайте девушке сказания. Меня зовут Марчук Андрей, я член коммунистической партии, работаю учителем. Восемь лет так же. Я знаю всех работников наших средств массовой информации и газет, и телевидение, поэтому я попытаюсь со всеми связаться. Вы скажите, что вы хотите? Вы хотите митинг побольше людей, чтобы было в воскресенье? Ну так, чтобы знали, что провели. Я пытаюсь собраться сначала здесь на 12 часов, а потом уже идти к Горисову Комму. Горисову Комму. Горисову Комму в воскресенье никто не работает, нам никто не медит. Нам придется идти пешком до этой Филипповой или до ближайшего начальства. Мы сами ничего здесь не решили. Пятницу давайте приведем. Давайте я до субботы схожу. Борисполком попыталась лично поговорить с нашим мэром, пригласить ее сюда. И тогда я вам сообщу, что она ответила на это такое. Пятницу к ней. Мне нужно людям сделать информацию, что будет видеть. Кто не знает об этом? Я думаю, что многие пошли туда и подписали. Вот единственный верный способ, я так думаю, сделать так, чтобы эти бумаги попали не в Киев, где их выкинут мусор, а попали либо хотя бы в Луган, в те органы, которые собираются проводить такие референды, по крайней мере, пытаются что-то сделать, поэтому тоже. Либо как-то они попали в Россию всем людям, которые действительно могут чем-то нам помочь. Народное ополчение. А то, что мы здесь собираемся, разговариваемся, это все пустой вопрос. Лидера у нас нет. Пришли, поговорили, разошли. Посмотрели новости, повозмущали. Все. И собираться мы будем еще долго, а времени действительно до 6 лет. На чем вы разговариваете? Ядов, человек сказал, он организует все, а проспечатает все. Ядов, воскресенье. Нам надо теперь забрать у нее. Девушка собрала средства. У нас есть принтер. Распечатаем, попытаемся. Например, я живу на Попите, у нас не было, не отдает объявления. Ни на остановке, ни возле школы, ни в Шахте Краснолуфске, нигде я не видел ни одного объявления. Если бы я лично не знал Молчанова, Дима, меня бы тоже здесь не было. Поэтому мы попытаемся больше и больше расклеивать объявления, больше информации, попросим, чтобы они бегущую строку придется теперь купить, чтобы если ТНК лучше нам согласится, ее пустить эту бегущую строку, чтобы люди выше нам нет. Вы что, в газетах объявления по объявлениям? Да, теперь мы на четверг уже не успеваем. Вы спрашиваете, как можно собрать все портреты, которые люди приезжают? Собрать больше людей на воскресенье и пойти... Доброе утро, что люди подстают править с вами. Кроченко идти надо, у них можно. Потому что иначе они щенцы, и все наши сторонники, тогда мы же повалим. Они оболят на воскресенье. Я думаю, я... Я... Я не знаю, я знаю, что мы надо... Для вот этого вопроса есть предложение отправить в Луганск куда-нибудь. Куда? Не надо никуда отправлять. Я вот, допустим, не знаю, куда можно отправлять. Допустим, сейчас пришли, сказали, Филипп, а давай там подписи. Так? Скажите, давайте забирайте, не проблема. Берите, ей только легче. Так? Так. Давайте теперь смотрим, кому в Луганске. Никому в Луганске. Никому в Луганске. Назовите, кому, какие подписи отправлять. Я вот, допустим, этого не представляю. Вся разница только в том, что я скажу, что в чем разница. Потому что в Крыму этим занимается крымская власть. Луганская власть занимается тем, что прячется неизвестно где, куда и как. И все. Поэтому там референдумы организовали в первую очередь благодаря поддержке крымской власти. Здесь референдум организовать некому, потому что они разбежались кто куды, как по норам. И все. Оставили людей, самих вот сейчас защищаются то, как говорят, то казаки, то татары. Ну что, не так, что ли? То одни приходят потом все время с этим зданием все время такое постоянное бурление. Вот вы сказали, что в Крыму организовали референдум власти Крыма. А где наша власть? В Луганске власти по факту как вы видите нет. Потому что одни приходят, другие уходят и так вечно. А то один пишет заявление, что он ушел по собственному, потом говорит под давлением. Ну вы сами видите это все. Просто не с кем вести диалог. вот в чем проблема. не в Луганске, может быть, в Луганске, но надо что-то вопрос на заслуживку. Что такое референдум? Как вы можете обосновать слово референдум? Народная воля изъявления. Воле изъявления граждан? Мы подписывали не за референдум, а в Луганске в Луганске. Это нас, это правление референдума. Нет бог. Так, давайте не будем тогда по... Мужчина, которого вы спрашивали, что такое референдум. Вот я вам объясню. Швейцария это благополучная страна, о которой даже в новостях не слышно, что им там плохо. Так вот, у них в среднем проходит три референдума в год по особо важным вопросам. Вот, выдвигается вопрос, который волнует граждан. Они голосуют да или нет, как с ним поступить. Вот это и есть референдум. Жители решают, как им жить по данному вопросу. Как у нас? Жители решили, что мы будем жить в Союзе с Россией. Все. Вопросов нет. И то, что там в Киеве говорят, что мы это не признаем, да я тоже их власть не признаю. И что? Разговоры это разговоры. А по большому счету сейчас отшел спор, что нам делать? Да ответ простой, что делать? Брать власть в свои руки, потому что никто не руководит. Все пущено на самотек. Вот. Как идет система отрегулированная. Взяли взносы, поделили, заплатили. Все. А вы дальше живите, как хотите. Накипело. Вот пришло сюда немножко человек, потом половина отсеялась. Вот. Все. Закончилось. А вот когда люди... Вам еще не накипело, потому что вас очень мало. Вот когда здесь вся площадь до кинотеатра будет выставлена, когда придут с автоматами и скажут отдавайте. Вот эти бандеры. Вот. Вы что, телевизор не смотрите? Не смотрите? Как это вот вы с полком, который мы выбираем все, приходит человек с автоматом западной Украины и говорит, я буду делать, как ты сказал. Мы его выбрали. Как это он ему скажет, что он будет делать, что кто-то ему сказал? Вот когда вот вы до этого дойдете, вот тогда у вас здесь не кучка будет. Вы здесь столько насобираетесь и за собой столько поведете. Как в 40-х годах, когда была Великая Отечественная война, смели весь этот фашизм, который вот сейчас идет на нас, наступает. Это не разговор просто с микрофона. Это серьезно. Этот фашизм идет сюда. Сюда идет насилие. нас хотят заставить, чтобы мы думали, как они, разговаривали, как они, все делали по ихним... Я отвлекусь немножко, скажу, вот вспомните, проходят праздники новогодние. По всем каналам УТ-1, Интер, нам показывают, как мы должны встречать Рождество по их западным праздникам. Я не прав? Почему мы должны так жить? У нас есть свои принципы, у нас есть свои традиции. И мы должны организоваться, чтобы все это защитить, а не просто собраться и все. Вот прошлый митинг было точно так. Собираются, собираются, покричали и расходятся. Нельзя расходиться. нужно наоборот больше людей привлекать. Соседей своих, друзей, товарищей, сотрудников, с кем работаете, объяснять, если они не понимают, что все это закончится в конце концов тем, что мы будем как бы атракив немечены в военное время. Вот посмотрите, нельзя до этого доводить. Нам нужно объединяться. Если нас не слышит власть, значит нужно ее прийти и убрать. Но законным способом. Нельзя врываться так, как на Западе с автоматом и говорить, а нужно организоваться, собрать подписи, мы выражаем вам недоверие. И все. Все спокойно, организовано, никто никакого уголовного дела не заведет. Спасибо. Молодец! Есть желающие. друзья, здравствуйте. Никишина Николая Красноводович работает на Шахстане Египет. Извините, пожалуйста, если я буду говорить единственные связаны, но у меня к вам такое послание. Многие люди считают, что наши митинги бесполезны, потому что мы что, нужно организовываться, нужно организовываться, никто ничего не организовываться, никто ничего не делает. Я знаю, что нас поддержат практически, но я не знаю, я ни одного не видел из своих сотрудников, кто бы нас не поддерживал, но пока платят зарплату, никто никуда не пойдет. Ладно, придет с Шашком музычка, пойду, но не за это я хотел сказать. Я хотел сказать, что то, что мы собираемся, наш митинг, единственный его недостаток это в том, что он был очистлен. Дело в том, что люди, которые довольны властью, они не собираются на митинге. То есть тем, что мы собираемся на митинге, мы просто показывают то, что мы не согласны с киевской властью. Ведь все видели обращение Путина, который говорил, да, я помогу, но опять же выучитель, кому? Помогаю только тому, кто сам что-то делает, правильно? А если ничего не делать, что он нам поможет? Ты что делаешь? Я ничего, а я ему помогаю. Так получилось? Надеется, мы можем действительно только на Путина. Киев, они приходили в конце концов во власть. И они знали прекрасно, на что они не идут, потому что они пришли в путь переворот в власть. Другое дело, что все-таки нам нужно собираться под исполковым, собираться под Донбассом, чтобы не то, что там многие говорят нас нигде не покажут, да ничего подобного. Хватает камеру людей, люди вылаживают в Ютубе, в интернете. Тому, кто нужно, тот увидит. Другое дело, я же говорю, что самая главная наша цель это то, что мы недовольны. Вот и все. Спасибо. В Америке, я, видно, не прижалоту. Здравствуйте. Сможем, я знаю, что я пройду, что я не знаю, я даю основатель. Но, естественно, что... Поближе. Красно, выручить. Пусть, я думаю, здесь, больше, говорите, с полковой. Я говорю, здесь, я говорю, здесь 5 лет первенство, но, я 21. Моя мама оттуда, мой дедушка, моя бабочка, они, я крути. Они, когда была война, они сюда приехали, они здесь осели и так далее. Что мне это сказать? Какое мы говорим, важность того, что да, фальсирование и так далее. Сейчас, одну секундочку. Вот. правду того, что, да, вот Крым, Крым хочет уйти. Как мы думаем, Крым может и уйти. Он может уйти? Конечно, он может. Уже, уже, да, уже. А кто это сделал? Еще на первом собрании, помните, приняли решение о том, что если люди выпишут, просто не подходите, сидите. Я уважаю ваше мнение, но давайте, мы уже приняли это решение и уважайте всех людей, кто собрал. Спасибо. походите, походите. Извини. Вопрос, что будем делать с листовками? Давайте для начала эти листовки каждый возьмет, размножит, пораздает, а 16 числа мы поставим здесь урны, пособираем, запечатаем и 16 числа мы решим, куда мы отправим эти листовки. то ли мы, то ли мы, может быть, посольство, давайте все вместе будем это решать, потому что, вы же видите, что никто из городской администрации к нам не пришел. Пожалуйста, посадите, берите листовки, если вы сами ничего не сделаете, за нас, ну, никто нам не поможет, кто не самих себя. Развечай, пожалуйста, давайте, давайте, все, а это один, мне не распечатаю. Дайте мне литочку эту. А тебе? Я возьму. Хорошо. Хорошо. Девушки отдыхают. Спасибо. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Вот это неправда. Вот это неправда. Вот это неправда. Да, да, да. Спасибо. Все, спасибо. Спасибо. Девушки отдыхают. 16 числа на 12 часов. Да. Спасибо. Девушки отдыхают. Тоже спасибо. Спасибо. Тоже спасибо. Да. 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 Девушки отдыхают. Спасибо. 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 Девушки отдыхают. Спасибо. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Снимайте только то, что у нас. Уберите все пьяные, пьяные моменты. У нас все есть ярко. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Пьяные моменты. Я понял. Я понял. Не надо 8 раз повторять. Нет. Он все понял. Он все понял. Я понял. Я понял. Он все понял. Я понял. Многие люди говорят, что мы... Мы...